Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как найти смысл жизни? Я понимаю, что вся жизнь впереди, и глупо задаваться философскими вопросами, но мне всегда хотелось почувствовать себя счастливой, понять, что я иду в правильном направлении. Были попытки самоубийства и случаи Собхарма, чувствую себя ужасно, кажется, что я не личность вовсе и не достойна ничего хорошего. Но мне не покидает чувство вины из-за любого пустяка, не вижу смысла двигаться дальше, в общем, не хочу жить, как сейчас, но умирать не хочу. Такой у нас вопрос. Ну что же, я думаю, что безусловно, очень здорово и позитивно то, что вы не хотите умирать, то, что в вас есть вот это вот такое желание жить, несмотря на все тяжести, которые совершенно очевидно выпили на вашу жизнь. и, на мой взгляд, сначала ваша задача заключается в том, чтобы увидеть, собственно говоря, откуда у вас появляется чувство вины, как оно появляется. Ваша задача заключается в том, чтобы прожить ту боль, которая у вас есть. Ваша задача заключается в том, чтобы увидеть, насколько сильно вы не принимаете, судя по всему, сам себя. вот это, это непременно себя, но очень сильно, очень сильно. ощущается, но буквально, физически буквально, на мой взгляд, его можно, его можно потрогать, вот, и эта боль, которую вы чувствуете, также, вне всякого сомнения, вас отравляет и отравляет. На мой взгляд, достаточно серьезно, достаточно сильно, вот. Соответственно, соответственно, вот наша задача заключается в том, чтобы, пожалуй, помочь вам эти болезненные чувства в очень многое, что-то о том что-то, который в отношении , как можно было лучше. Ну комфортнее для вас, сильнее и так далее, это то, как мне кажется, что вам можно и нужно сделать. Видите ли, вы себя очень сильно обоцениваете и считаете себя неправильно, считаете себя какой-то не такой. Собственно, именно это и мешает вам как-то вот увидеть свой смысл жизни, то есть пока вы себя обвиняете, пока вы себя обвините, смысл жизни найти будет очень и очень трудно. Ну потому что вы практически постоянно будете сосредоточены на некой такой внутренней, я бы сказал, борьбе и, собственно говоря, вам просто банально будет не до того. вам будет не до того, чтобы, ну, обращать внимание, на то, что вам важно, на то, что вам хочется, на то, что вам интересно, на то, что вас привлекает. Вот, ведь смысл жизни это не что-то абстрактное. Смысл жизни это то, что есть человек, это то, что есть его природа, это то, что ему интересно, это то, что ему нравится, это то, что его привлекает, это то, что его, если угодно, если угодно, это то, что его оживляет, понимаете, да, а ситуация заключается в том, что ничего из этого, судя по тому, что мы видим, с вами не происходит. И это является достаточно серьезной, как мы понимаем, проблемой. И именно с этим нам в первую очередь необходимо работать. То есть, в начале нам необходимо работать с тем, что вы себя подавляете, достаточно сильно, вплоть до аутоагрессии, вплоть до селф-харма. То есть, это все довольно серьезно. вот. А потом уже смотреть. А чего же, собственно говоря, вам интересно? Что же вам, собственно говоря, нравится? Чему бы вы, собственно говоря, хотели бы посвятить свою жизнь? Да? То есть, то время, которое у вас есть. Согласитесь, что отвечать на на такие вопросы, когда, например, я озабочен тем, чтобы буквально выжить, ну, как-то не до смысл жизни. А речь идет именно об этом. А речь идет именно об этом. О том, что вы, по сути, буквально выживаете. Так вот, согласитесь, что когда человек озабочен тем, чтобы выжить, ну, как-то не до смысл жизни. Это абсолютно нормально. Поэтому, сначала, мне кажется, вам нужно все же снять вот это все, вот это напряжение, которое у вас есть достаточно сильное напряжение. И уже потом вы сможете найти смысл жизни. И, открою вам небольшой секрет, не только его, на самом деле. Вы можете буквально начать жить. Но только после того, как разберетесь с вот этой вот историей, которая сейчас, на мой взгляд, существенно вас ограничивает. Я бы сказал, что у вас много боли, возможно, обида есть, возможно, какие-то претензии есть, которые вы не считаете для себя возможным, выразить, проявить, показать, потому что есть чувство вины. Кстати, чувство вины возникает из ощущения злости, из, я бы сказал, завышенных требований к себе, которые у вас, конечно же есть, и понимая, что человек, что вы, как человек, не способны этим требованиям соответствовать. Вы не способны эти требованиям, как-то удовлетворить, вы не способны эти требованиям как-то реализовать. Конечно же, вы будете испытывать чувство вины, вы будете его испытывать. Извините, по-другому, невозможно. И, само собой, мне в этом смысле безумно жаль, что вы оказались в такой ситуации. Но хорошая новость заключается в том, что из нее есть выход. Из этой ситуации, если угодно, есть выход. Этот выход заключается в том, чтобы пойти на психотерапию и начать работать со специалистом. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Я буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, я тут позволю вам начать над собой работу и сформулировать базовые постулаты для психотерапии, чтобы начать процесс своих изменений. Если, конечно, вас это интересует. То есть, если вас это интересует, то никаких сложностей с этим не возникнет. Если вас это интересует, повторюсь. Ну, а если вас это интересует, то есть, если вы как-то, ну, не нацелены на то, что вы нас собрали, то будет чудо, смысл жизни, скорее всего, встанет от вас гораздо дальше. Я желаю вам успехов, удачи, обращайтесь. Ну, всё это энергично. Ну, всё, дело нужно лишьيةöhön Nev... Хорошо, спасибо. ... Продолжение следует...